Вы знаете, я считаю, что не совсем честно, что все команды в неравных условиях, потому что у одной команды тренер, профессиональный хореограф, так вот я вам тоже не хухры-мухры. И как сказал сквозь слезы отец Влада Ямы, танцы так танцы. Ну что, в Стояновке, знаете, некрасивых, да что мы их жалеем, страшных баб называют стремянками. Знаете, да, они не симпатичны, но зато они очень полезны в хозяйстве. Поэтому прямо сейчас добро пожаловать на Стояновское телешоу «Танцы со стремянками». И сразу перейдем к представлению пар. Пара номер один. Он взял ее у соседа и переехал с ней в другой город. Сосед уже второй год ждет его, сидя на черешне. Дима и Светлана Раскладная, встречайте! Браво, браво, браво! Итак, пара номер два. Иван и Людмила Ступенькова. Вижу вашу бурную реакцию. Да, Людмила уже известна зрителям по проекту «Танцы со звездами». На нее подсаживали в жюри «Монадька», чтобы ему было видно. Итак, пара номер тринадцать. Он нашел ее на свалке и при помощи молотка и шурупов поставил ее на ноги. Ну что ж, все пары на паркете. А я напоминаю, главный приз нашего телешоу – бесплатная поездка на эскалаторе. И прямо сейчас мы узнаем, кто из них алюминиевая, а кто деревянная. И это «Танец». Звезды перед тобою пускеют. Нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи. Нет, но это востоке, как ты. Никого для меня не дороже. Лишь с тобой, как ты живу. Я не знаю, как это возможно. Я не знаю, как это возможно, как это может быть, как это может быть, необыкновенная. Милая, бездевная, любовь твоя. Любовь твоя. Необыкновенная. Милая, бездевная. Ты делая тебе моя. Необыкновенная моя. Аплодисменты. Танец со стремянками. Ну что ж, стремянка. Стремянка – это единственная карьерная лестница в Стояновке. А две стремянки – это карьерная лестница в Молдове. Стояновка, Молдова, спасибо. Мы не знаем, как было на самом деле, но представьте. Гостиница 72 так бурно отмечала проход в финал, что на следующее утро вся команда потеряла память. Смотрим. Сумский государственный университет. Коморта для отмечения выхода в финал. Утро после полуфинала. 15.05. А, ничего не помню. Кто мы? Как нас зовут? И почему мы в одинаковой джинсовой форме? Мы что, продавцы магазина «Джинсовый рай» на Шевченко 24? Работает с понедельника до пятницы без выходных. Да не может быть, туда трудно устроиться. Точно. А я вообще женщина. Ты это вспомнила? Нет, я это почувствовала. Подождите, я кое-что вспомнил. Мы прошли в какой-то финал. Бред. Что это за соревнования-то такие, где вот эти люди в финал попали, а? Да точно тебе говорю. Мы еще обыграли Луганский стадион, чтобы в финале сыграть с молдаванами. Подожди. То есть мы обыграли город и спортивное сооружение, чтобы в финале сыграть с нацией? Да. Да кто мы на гранд-таки? Я вспомнил, у нас был тренер, он танцор. Класс, значит мы танцоры. Танцоры, танцоры. На 3-4 давайте танцевать. Давай 3-4. Погоду он нас плохо тренировал. Да нет, если бы он нас плохо тренировал, мы бы не попали в финал. Значит мы не танцоры. 3-4 закончили. О, о, я тоже кое-что вспомнил. Значит нас судило 6 судей. В боксе много судей. Значит мы боксеры. Мужики, мужик, мужик. Иди сюда, давай боксировать. Не, не, не. А ничего, что я женщина. Тебе сейчас вот это интересно. Мы тут пытаемся все вспомнить, а ты решила проявлять свой сексизм. Боксируй давай, боксируй. Вы посмотрели случай в сумской семье. Подожди, подожди. Зачем ты это сказал? Не знаю, оно само вышло. А зачем поклон? Мы всегда кланяемся на эту песню. А музыка зачем? Она была на ноутбуке. О, музыка на ноутбуке, значит мы группа. Точно группа, кто-то на арфе играет. Все складывается. Тренер-хореограф подтягивал нас в танцах, потому что мы плохо танцуем. Но если мы прошли финал, значит мы певцы. Правильно, это же главное в песенном конкурсе. Но при чем тут стадион и Луганск? Женщина! Не сбивайте, видишь, как раз картинка складывается. Ну и все. Нашел! 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 Я нашел список конкурсов на финал! А шапку на пол зачем кинул? Ну ладно, давай почитаем. Так, пародия на соперника. Так мы что, пародисты? Да вроде нет. Тогда зачем нам дают этот конкурс? А вот это вопрос. Так. Музыка на ноутбуке. Тренер-хореограф. Одинаковые джинсовые рубашки. Кто мы? Что мы? Сумы. Мужик, не до тебя. Что ты сказал? Сумы. Сумы, 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 сумы. Сумы. Сумы, 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 сумы. Сумы. Сумы, 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 сумы. Сумы. Сумы, 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 сумы. Сумы. А. Кому-то эта песня помогает что-то вспомнить? Нет! Нет, нет! Суммы! 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 А теперь к номерам! Стой, 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 стой! Что ты сказал? К номерам? Какими ещё к черту номерам? Мы что тебе? Какая-то гостиница? ГОСТИНИЦА! 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 Мы же команда Лиги Смеха, я даже вспомнил, как мы придумывали название, значит, сидим, придумываем, и тут нам подходит старый дряхлый дед и спрашивает, где здесь гостиница, я ему говорю, вот в доме 72, и тут нас всех осенило, и мы так и назвали команду, старый дряхлый дед. Подожди, как появилось название гостиницы 72? Ну не помню, не все могу вспомнить, ну. Слушайте, ну почему нам так всем хреново? Ну мы вчера еще в клуб пошли. А как мы туда прошли? Вот в этом-то и фишка нашей команды. Все думают, что мы не пройдем, а мы каждый раз проходим и проходим. С уважением к команде гостиница 72. Мужики молодцы, девочка тоже. Мужики молодцы, девочка тоже. Ну, здравствуй, Киев. Город дорог. Город возможностей. Город разбитых мечт. Кто я в этом городе? Просто человек из толпы? Пешка. А кто же ты? Ты зритель. Ты все видишь. Ты знаешь правду. Ты наблюдаешь со стороны? Так скажи мне тогда, зритель. Кто я? Ты дебил. Мы с какой кулисы договаривались выйти? Сбился с пути. Встал они на ту дорогу. Какую дорогу, клоун? Это я клоун? Это мне говорит человек, который вышел на сцену босиком. А я еще думаю, что по стеклу так неудобно идти? Ну, забыл обуться. Чувак, а что ты еще забыл? Серьезно. Ну, например, текст песни группы Серебро, мама, Люба, давай. Как это? Показать. КОНЕЦ Ну, забыл и забыл. Бывает, че ты. Бывает. Чувак, знаешь, что бывает? Бывают вот мультики по воскресеньям с Дональдом Даком идут. Вот это бывает. С Дональдом Даком. С президентом Америки. По-твоему президент Америки Селезень? Ты с меня дурака не делай. Селезень это то, что ниже почки находится. Чувак, почки на ясень растут. Да? А ничего, что ясень и органавты это те, кто искали золотого гусака. Чувак, золотой гусак это клуб анекдотов. А они искали золотого теленка. Сам ты клуб анекдотов. Золотого теленка искал. Остап Бендер. Остап Бендер это роботы с футурами. А ясен и органавты это там, где в конце бабушку топором убили. Там, где бабушку в конце топором убили, это Евгений Онегин. Неуч. Я знаю. Он еще Есенина написал. А потом его в кино Хабенский сыграл. Чувак, меня твои познания в области географии просто поражают. Вот честно, тебе не стыдно? А еще, кстати, друг нашего мэра. Да не дружу я с нашим мэром. Дружишь. Да не дружу. Дружишь. Да не дружу. Дружишь, я видел. Чувак, шо за тупые претензии? Ну, а что он тебе перед игрой сказал? Скря. После. Скирги-папа. После. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. После. Кия. После концерта. Сказал, шо я не дружу с тем чуваком из млеки. Шо пристал? А после? А после сказал, вот вам моя дочка, пусть объявит номера. Кличко на улице. О, это же этот, как его, мэр Виталий. Здравствуйте, как у вас дела? Спросите еще раз. Виталий, здравствуйте, как у вас дела? Я Владимир. Здравствуйте, как у вас дела? День города Майами. О, салют. И шо? Друзья, сколько себя помню, всегда были иконы. Итак, представьте, самый первый иконописец получает заказ на самую первую икону. Здравствуйте, извините, можно? Прошу. Что у вас? Так как бы сказать, в общем, нужно нарисовать святого Петра. Зовите. Так он это как бы не может. Давайте на четверг. Так он и в четверг не сможет. Ну, вы можете его хотя бы описать? Описать? Ну, голова где-то вот такая. Ага. Ну, там борода ровная, отхромал на правую ногу. Все, все, я вас понял. Давайте я сейчас быстренько накидаю. Все, я зайду. Все, готово. Уже? Да. Смотрите, значит, лошадь давайте сразу уберем. И вот флаг Франции в правом углу тоже не надо. Ну, а так, в принципе, похож. Точно похож? Не похож. Давайте на четверг. Знаете, хотелось бы сказать... Все, хорош. Честно, я ухожу из команды. Подожди, и ты? И я. Почему? Честно, в ноги дует. Ну, подожди, не уходи. Дед. Подожди, не уходи. У нас же команда, чувак. Подожди. Я все вспомнил. Я же все вспомнил, друг. Прости, я ухожу. И ты вспомни, подожди. Помнишь, тебе девушка изменила? Помнишь? Я тебе... Со мной изменила. Я же тебя не бросил. А помнишь, у нас с тобой бизнес был, да? Я тебя прокидал. И тоже не ушел от тебя. А помнишь, дом у тебя был. Я от тебя поджег его, да? Я же тебя все равно не бросил, друг. Не уходи. Действительно, а куда уйду? Ни дома, ни девушки, ни жены, еще и боссы. Офигеть. Ну, подожди. Это мне. Тебе. Один. Нет. Больше нет. Теперь у него есть ты. Так это ж мои. А ну, подожди. И штаны мои. И рубашка моя. И белье нижнее мое. И... Та-та-та-та-та. Дальше все мое, братан. Друзья, тут было млеко, а вы не распадайтесь на атомы. Кайфуйте. Парни, парни, все неплохо, все молодцы, лучшая миниатюра. Следующий раз будем вручать лучшая память. Молодцы, аплодисменты, млеки. Извините, пожалуйста. Аплодисменты. Чего вы извиняете, все офигенно. Прямо перед зимним кубком мы осознавались, Что могут не позвать, но все-таки позвали. Николь Кидман, Кидман, Николь Кидман. Николь Кидман, Кидман, Николь Кидман. Приветики-пистолетики! Здравствуйте, на сцене Николь Кидман. Здрасте. Знаете, многие нам говорят, вот у вас уже есть зимний кубок, Зачем вам новый? Просто, знаете, зимний кубок, он как айфон. Но, казалось бы, да, одно и то же. Но этот, блин, ну новый же, ну по-любому там какие-то приколы есть. Ну, есть же в магазинах техники функция. Принеси старый, получи новый. Вот старый. Поймите нас, мы не хотим ходить с этим кубком, Чтоб все команды такие, Ха-ха, Николь Кидман, нищеброды с прошлогодним кубком ходят. Нищие. Нет, поэтому давайте нам новый. Ну, а вообще у нас в команде может произойти все, что угодно. У меня недавно день рождения был. Подарков уйма. Но самое главное сделала моя девушка. У меня будет сын. О, братан, поздравляю. Это от меня. Спасибо. Абрам, я тоже скидывался. Братички. А мне на день рождения папа подарил мое имя. Кирилл. Прикольно, но тебя Шартем зовут. Да меня когда батя бросил, я что-то психанул, Выкинул все его подарки. Слушай, Абрам, давно хотел тебе сказать, Что ты ну очень красивый мужчина. Не обращайте внимание, Просто нам кажется, Что мужик мужику может сказать, Что тот симпатичный. Ну, без задней мысли. Ну, блин, ну, Игорь, ну, Игорь, ты красивый. Тогда я, моты, тоже красивый. Стас, вы красивый. Артем, м? Че, молчишь? Ну, ткач, кашевой. А, объявляй. Кавказец впервые говорит сыном о сексе. Короче, это прикольно. Да я знаю. Ну, а вообще у нас действительно может произойти все, что угодно. Доставка конфликтов. О, спасибо. Да пошел ты. Прикольно, дай посмотреть. Да ну нет. Да че ты выпендришься, дай посмотреть. Выкинь это, пожалуйста. Что, нафига ты открыл? Теперь весь конфликт к чертям собачьим. На твоем языке говорю, чтоб тебе понятно было. Слышишь, ты думаешь, я не доберусь до тебя там или что? Представьте, Змей Горыныч, где одна голова тупая. Че ты смеешься, это про тебя? Что? Да ты вообще в этой команде мое место занимаешь. Ой, короче. А, извините. Ну, ей бы на твоем месте, ну, реально лучше было бы. Да? Ну, хорошо. Даш, ну, раз такое дело, давай потанцуем. Даш, давно хотел тебе сказать, прости меня, пожалуйста, за все. И ты меня прости. Прости. Я же говорил, Гей, на твоем месте было бы лучше. Да ладно, Пушинка, че ты? Та-да-да. Когда ушел отец, он забрал все ценности. Все, кроме семейных. Семейные он ненавидел. Итак, представьте случай в парке на лавочке. Олег, ты? Угадай, кто? Олег, ты? Нет, не Олег, нет. Не Олег? Может быть, Вадим? Нет, не Вадим, нет. Не Вадим? Может быть, Виктор Степанович? Нет, не Виктор Степанович. Не Виктор Степанович, а кто же это может? Фу, бомжара! Про бомжара! Я придумал, я придумал. Давайте играть в ткача. Играть в ткача? Да. Как играть в ткача? Сейчас покажу, ты ткач. Че це ткач? Я не хочу быть ткачом. Ткачом будь не прикольно. Ты ткач! Ты ткач! Ты ткач! Ты ткач! Да шо ж ты? Ох ты ж, елки-балки. Братан, пока их нету, можно от тебя на два слова? Конечно, братан. Абажур, карнишон. Вау! Какие красивые два слова, братан. Спасибо тебе. Я сам кайфую. Так и хочется их в свой лексикон добавить. Ау, братан, что ты со мной делаешь? Остановись, лексикон-абажур. Ты мой логопед. Братан, эти приколы какие-то не по понятиям. Шо там по понятиям? Приветочки, фраерочки. Давненько с вами не мяукали. Ребятки, ну такое дело. В общем, награждайте вы их. А выиграли как бы мы, да? Вы же сами в начале видели. Баклан! Баклан! Жек, а я тебе. Шо, как сам? Шо, братва рвется к власти? Слышите, а где этот ваш такой толстый, противный? А, я здесь. Братан, может он про Альберта? Может, но описывает он меня. Давай. Сейчас все сделаем в лучшем виде. Молодой человек, а че там у вас в кармане? Подожди, где он? Здорово. Здрасте. Че надо? Верните пакетик, пожалуйста. 200 баксов. Че так дорого? А тебе какое дело? Ты че, в мусор что ли? Че в пакете говорю? Да пошел ты! Стоять, милиция! Ушел, гад! Да ушел и ушел. Забудь, смотри, там Надюха Дорофеевская. Надя, Наденька, Надюшка! Я все понимаю. Я одинокий босой бродяга, а ты замужем за потлатой цыганкой, но... Да ладно, кто я такой, чтобы тебя судить? Понял, малой? Понял, понял, понял? Я понял. Чтобы найти отца, нужно думать, как отец. Поэтому я ухожу. Пока. Пока. Давай. Пока. Артем! Артемчик! Сынок! Папа! Я вернулся! Папа, это правда ты? Но почему ты бросил меня? Я не бросил тебя! Просто все это время я искал своего отца. Наверное, это наше родовое проклятие. Как ты жил без меня? Я всего не помню, но у меня есть детские рисунки, поэтому смотри. Папа, это и не просто ты! Папа! Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, что у меня есть фломастер Спасибо! Николь Кидман, Сумы Любите маму и папу Опять! Мойте руки мылом, спасибо! Николь Кидман, город Сумы Номинации «Лучше было одно» на 2018-го Ребята, мы вас поздравляем Этот кубок ваш, молодцы! Спасибо за все, за сезон! Спасибо! Мы когда-то хотели Горетяще, чем звезды Но нам все говорили Это так несерьезно Мы так сильно любили Хоть и нам было сложно Нам нельзя говорили Ну а мы сказали Можно! Это К, Р, М, М, Ч, Г Все! Это Кребичок! Бывшие ручки! Да мы вышли на сцену И сейчас уже некуда деться Впереди перемены Просто слушай свое сердце Давай, девочки! Бывшие ручки! Бывшие! Бывшие! Ну что ж, друзья На сцене сборная Кременчуга Давайте начинать! Подожди, подожди Куда начинать? А где эта наша Резиновая женщина? Откуда он узнал? Я никому ничего не рассказывал Это я про Катю Мальчики А что, я резиновая? Ой, Катюша, у тебя душ потекла Мальчики, ну что вы Вообще ничего не замечаете? Макияж новый? Да нет Дуфли купила? Да нет Новая прическа? Нет Ну а что тогда? Я кружиться научилась Прям круто, прям браво Сильно, сильно, супер Актриса Между прочим Женского квартала Ох Ну это круто Только смотри, не сдуйся Ладно, сборная Кременчуга Мы начинаем! Вау! Вау! Друзья, мы заметили, что на оригинальных каналах не всегда работают профессионалы Итак, представьте, телепередача «Звезды под гипнозом» на Кременчуцком телеканале Добрый день, сейчас я погружу в сон нашего участника Итак, спать Я не хочу Спать Я не хочу спать Спать Я не хочу Спать Ай Спи Ай, я не хочу Спать Ай, я не хочу Мужчина Спать Спи Ты уснёшь Ай, я не хочу Я не хочу Ого! Спать Молодец Я не хочу спать А чё ты не хочешь спать Я выспался Ну усни, пожалуйста Ну хорошо Ну вот наш подопечный и уснул Сейчас мы воткнём ему спицу в ногу и он ничего не почувствует Да ну вас нафиг Так спать Я не хочу Я не хочу Ай, ай, ай Ну что ж, уважаемые друзья Когда ты подросток, у тебя, как правило, очень много проблем Но самая большая проблема, это когда тебя бросает девушка Юрец, здорово! Юрец, чё такое? Ты Катюха Чё Катюха? Мы расстались, расстались, расстались! Больно Больно Но не здесь А здесь Дай сигарету Ты ж не курил Закурил Я ж даже из-за неё хотел прыгать с девятиэтажки И чё, не прыгнул, испугался? Ничего я не испугался Просто вдруг она вернётся, а я умер Просто я настолько сильно её люблю, что даже и рэп написал Ты понимаешь, насколько это сильные чувства Да он идёт, твоя Катюха Он идёт, и ты иди Привет Привет Чё я пришла? А чё ты трёшься возле моей двери? Просто я заметил, что у тебя нет коврика А об меня как раз недавно вытерли ноги Ты мне врала всё время Все эти двадцать дней Когда-то был я твой А теперь ничей Цвет настроения серый И пустота внутри Моё разбило сердце Просто уходи Не хочу я уходить Лишь с тобой хочу я быть Но судьба же развела Ты один, я одна Ты опять мне делаешь больно Ты про мои чувства Я про то, как ты поёшь Друзья, мы заметили, что сериал «Школа» такой популярный не из-за того, что там гениальные актёры А из-за того, что там много резких сюжетных поворотов И с каждым сезоном повороты всё резче и резче Лоло Тату Что случилось? Что ты тут? Мне что-то звели твой классный керевник И что она сказала? Что я не твой родный батько Вибачь, я мав ранее тебе про это сказать Но почему ты там мовчал так долго? Ты же знаешь, что я до вчора був німий Ах, ты же на все найдешь відмовку Тату, хорошо, что ты повернулся Лоло Навіщо ты пришла? Навіщо? Даню, не кричи на меня Я вагітна Ось тест В тебе 12 з біології? Так, я розумна Але не кричи на меня Я спеціально для тебя зробила світлини, де я оголена Дуже гарні світлини Але це хто з тобою? Це що? Макс? Алло, Макс? Так, це Даня Давай зустрінуйся біля школи Я чоловіше розмова Даню, може не треба Треба, Лола Максе! Максе, я тебе ненавиджу Розумієш Даню, вибач Якщо хочеш Застрель мене Чого ти вагаєшся? Стріляй! Не треба Стріляй! Стріляй! Ага, стріляй! 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 Так, що ти накояв, Даня? Вибачу, я не знаю, що мене змусило це зробити Максе! Макс! Макс! Что случилось? Тебе убили. Но я ничего не помню. После убийства может быть амнезия. У меня 12 из биологии, вот тест. Ты что лагидна? Но кто батько? Батько! Сину! Доню! Тату! Лола! Брата! Макс! Таню! Макс! Тату! Даня! Батько! Лола! Это я, Лола! Это я, Лола! Я, Лола! Я, Лола! Я, Лола! Стоп! Кто? Давайте! Давайте разберемся! Значит, ты? Люди! Люди! Вы даже не представляете, что там случилось! А ты еще кто такой? Я кто? Я же Паша! И что там случилось? А там! Там, там и есть! Там, там и есть! Так и что там трапилось? Вы наветь не уявляете! Это жар! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, друзья, я всех поздравляю с победой! Зимний кубок наш! Димочка может тебе забирать! Подожди, подожди, подожди! С чего ты взял, что зимний кубок наш? Я просто знаю, как сделать так, чтобы все тренеры за нас проголосовали! И как же? Для начала, я погружу в сон всех тренеров! Начнем мы с Джеки! Держи спицу! Спасибо! Подожди! Сборная Кременчуга! Спасибо! 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 Лучший батл сборной Кременчуга! Лучший батл Кубок ваш! Аплодисменты ваши! Спасибо большое, ребят! Молодцы! Спасибо! Молодцы, ребята! Велетаем, друзья! Сезон дня ты настал! Тренер в нас конфетка! Он простовал позитивный и щирый! И скажем вам, я его не видам! Его не видам! А я убиву! Мебе убиву! Юру Ткача очень сильно люблю! ЛИАС МИХУЧЕН! Пятый ювелирный сезон! Знаете, что вам интересует, может, такое что сделает? Перебежьте, что мы именно так термали себе! Поздравили! Я думаю, что в моей души прям буду идти! Потому что именно украинская команда будет идти с нами сегодня! Перебежьте, что мы... ПАЯНЬ! ПАЯНЬ! Знаете, закрытый ему рот — это как на кухне выключить вытяжку. ПАЯНЬ! 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 Что вы можете, а? Я еще таких, как вы, сотнями на место ставил! А мы таких, как ты, в детстве на ворота ставили! Что? ПАЯНЬ! 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 Я же ваш тренер Юрид Кач! А у меня Зеленский кум! ПАЯНЬ! Это правда? ПАЯНЬ! А ты мне не верил! А? Ну тогда у меня заявление! Я хочу, чтобы моя команда стала чемпионом! О, такий настроек нам подобается! А почему тут вы, я про Днепр? ЛАСТАЧКИН! Что я лепнул, давайте разрулите теперь! Давайте кумовят! Вперед, вперед, поехали! Да, 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 да! Без паніки! Та ми віримо, что пройдемо далі, друзья! В Кам'янце Подільському дуже віруючі люди! Та, что там говорите? В нас спонсор батюшка! Один в нас Бог! Великий храм! Швидкий вспоминь! Надейный священник! Украинская поместная церковь! З вірою розпочинаем! Скандал в сім'ї! Сын приїхав з навчання і привіз не всі банки! Пошел вон! Ну, мам! В кого мої банки? Та тобі і мама! Мама, то шо ти за ті банки? Сьогодні ти банки не привіз, а завтра шо скажеш? Путін в воді войска! Мама! Не мама, а тетя Маша! Мама, ну ладно, я привіз тільки одну банку! А це не моя банка! Моя не надщерплена! Зараз прийде з роботи тато, а від сьогодні відчим! Він тобі зроби за ті банки! Зараз, зараз! Рома, привіт! Представляєш? Ігорний привіз банки! Ого, козел! Рома! А де лодки? Рома, де лодки? Скажіть, напитаюся! Рома! Рома, де лодки? А право нагородити українських боксерів, які найкращі у світі надається кращому українському футболісту Андрію Шевченко! Усік, вітаю вас! Ломаченко, вітаю! Гвоздик! І фото на пам'ять! Церемонія завершена! Хлопці, хлопці, сійте! А як у вас з футболом? Так, на любітіля! Ви в збірній України! Та в нас немає часу! Та ви що, ви нашу групу до Евро 2020 бачили? Люксембург, Литва, Португалія! Вам треба вийти лише на один матч з Люксембургом, бо наші програють в самих неочікуваних матчах! Ну добре, коли тренування? Які тренування? По футболу! От кадри прикалуються, що 22 березня на НСХ Олімпійському! Ні-ні-ні, я не можу, в мене бій з Джошуа! Усік! Замість тебе піде Ракіцький! Це йому за Зеніт! А дійсно, хлопці, давайте зберемось і виграємо чемпіонат Європи по футболу! Що ти кажеш? Виграємо чемпіонат! Боже, добре вас по тих головах тут чуть-чуть! Виграємо тренування! Хлопці, ви що приходили? Давай, в заказ! А під час національного відбору до Євробачення участь прийняли як відомі колективи, так і ось такі. Наступний, заходьте! Чуєш, братіку? Давай, брателло! А що це за цифри? Мені кажуть, що це не уваження до артиста, знаєш? Міля цифри, міля люди! Добрий рад! Добрий рад! Взагалі-то добрий вечір! Не знаю, ми тільки проснулися. Ви хто? Дуэт і тормоз. А чо? А чо ні? А чо ні? Ні, ну мене ніка робить. Так, так, ладно, як прийшли, давайте співайте вже. Пісня про нашого діда, який хотів кинути пити. Сіли за стіл, пляшка ще була ціла. Наш дід прийшов, пляшки вже майже нема. Ой, як болець, швидка летить. Наш дід на всіх кричить, що в житті не буде більше пень. Але прокапався і знов хвиялка розвіла. Зупиніться! Ви не підходите для Євробачення. В смысле, а чим ми хуже Тіни Карль, Джамале і Сердючки? Всім! Раз! Ну... Одна причина, ми готовим менятця! До побачення! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих... Не уніжуйся, не уніжуйся. Брателло Я, да, я тут, я тут, брателло Это чую Если тебе плюют спину Значит, ты впереди Я знаю, знаю, я впереди Я знаю А поки відбувається передвиборча гонка Ми вирішили створити свого ідеального кандидата Ми повинні зібрати у ньому усе найкраще від попередніх президентів Бажання бути першим від Кравчука Стабільність від Кучми Від Ющенка долар по 8 А чи не по 5? Не знаю, люди хочуть долар по 8 Від Порошенка бажання робити дороги Януковича забули Ну що ти від нього візьмеш Хоча 2012 рік 11 березня в нього були офігейні лакові туфлі Він готовий Цього замало Так, його повинні відразу полюбити люди Тому зовнішність Олега Вінника Але це любов тільки від жінок Попа Насті Кам'єнських Чоловічий стержень візьмем Від Усіка Від Лесі Нікітюк Готово Юра Юра Ти зараз був повинен людям показати ідеального кандидата Так, значить, я обіцяю, значить, жінкам мужиків, мужикам бабів, невинним тюрьми, значить, бандитам цій землі, страусам свободу Ося, що ти говориш, Юра? Володь, а що може говорити людина в лакових туфлях Януковича? Друзі, знаєте, а нам попався найкращий тренер І не дивлячись на те, що люди говорять, що він брехун Що він краде їжу в бездомних собак Що він не слухає, що говорить його команда А наш формат? А Юрій Ткач В смислі брехун